МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Борис Киргенеков. Приветствую вас. Сейчас расскажу о последних новостях экономики в нашем регионе и в стране в целом. Есть деньги, бери участок под строительство объекта. Инвесторы будут получать землю в Новосибирске без торгов, если объем вложений превысит 500 миллионов рублей. Соответствующий законопроект депутаты ЗАГСобрания области рассмотрели в первом чтении. Парламентарии уточнили, что право на землю будут иметь те компании, которые реализуют важные для области проекты. Это будет утверждать областной совет по инвестициям. На территории города сумма вложений должна быть не меньше полумиллиарда. В регионе как минимум 300 миллионов. Жители Сибири стали больше беспокоиться за свою жизнь. Вклады по страхованию по итогам 2015 года выросли. В целом страховой рынок в округе превысил 60 миллиардов рублей. Прирост по сравнению с 2014-м – полтора процента. Эксперты утверждают, что с учетом инфляции рынок сжимается. Основные драйверы роста – ОСАГО, сборы по которому выросли на 40% за счет роста тарифов. Страхование жизни – на 29, страхование имущества граждан – на 1,5. В Новосибирской области рынок составил 12 миллиардов, но растет он активнее – на 8,5%. Основные вклады те же, что в округе. По ОСАГО и страхованию имущества показатели идентичны. А вот сегмент страхования жизни вырос аж на 64%. Депутаты опластного парламента утвердили увеличение регионального бюджета на 2,5 миллиарда рублей. Будут и федеральные субсидии, которые Москва направит к маю. Как именно распределят средства, расскажет Виталий Голубенко, министр финансов Новосибирской области. Общий объем этого увеличения составил 2,5 миллиарда рублей. Из них по субвенциям, то есть по трансфертам федерального бюджета, которые предназначены для финансового обеспечения полномочий Российской Федерации, переданных на региональный уровень, нам предусмотрено дополнительно 764 миллиона рублей. Вторая составляющая целевых трансфертов федерального бюджета – это так называемые субсидии и иные межбюджетные трансферты. В абсолютном объеме они предусмотрены нам с увеличением, отражены в законопроекте в сумме 1,769,000,000 рублей. Из них основная часть – это государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей – 1,271,000,000 рублей. И агрегировано на завод 313 миллионов рублей мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного жилого фонда и капитальным ремонтом многоквартирных домов. Центр поддержки предприятий Новосибирской области – среди лучших в стране. К такому выводу пришел Федеральный Минэкономразвитие. По итогам 2015 года почти 600 малых и средних предприятий воспользовались услугами центра. При поддержке властей бизнесмены заключили свыше 30 экспортных контрактов, провели 10 международных выставок и 15 семинаров. Напомню, что региональный центр создан Минпромторгом области. Главная цель – помощь бизнесменов в заключении контрактов, содействии выходу на иностранный рынок и повышению конкурентоспособности предприятий. В кризисное время, с учетом роста цены и падением доходов, перехватить деньги до зарплаты – зачастую единственный выход. Эксперты рейтингового агентства РАЭКС выяснили, как часто россияне берут займы. Общий объем рынка микрофинансирования в России составил 63 миллиарда рублей. Сегмент растет стремительно на 25% в год. Основные причины – снижение доходов и активность предпринимательства. К примеру, сегмент займов бизнесу, это треть от всего рынка, вырос на 10%. Микрофинансирование населения – плюс 30%. Сегмент кредитов до зарплаты показал рост на 50%. А количество микрозаймов через интернет увеличилось почти вдвое. В силу молодости рынка. В этом году эксперты ожидают большой просрочки по выплатам. Алкоголь предложили продавать только в специализированных магазинах. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. К примеру, если организация хочет торговать алкоголем на территории города, она должна иметь в собственности стационарный специализированный объект общей площадью не менее 50 квадратных метров. Эти правила не касаются пива, сидра и медовухи. Главная цель предложенного проекта закона – снижение объема потребления алкоголя среди населения. Президент страны на днях выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнесмены представили президенту собственные предложения для поддержки отрасли. Цитата дня от президента союза Александра Шохина. Речь должна идти не просто о сокращении налоговой нагрузки, а о более эффективных решениях. Пора возвращаться к инвестиционной льготе по налогу на прибыль, поскольку конкретные инструменты стимулирования не всегда дают результат. Конец цитаты. Это были деловые новости. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересным об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова